Мы вновь будем слушать Божье Слово, и хотя тема того, о чем я буду говорить, возможно, не будет так сильно пересекаться с тем, о чем мы уже слышали, но я бы хотел, чтобы мы все равно слушали Слово Божье вот именно с этих позиций, с позиции воспоминания о Христе, который пострадал, который отдал себя за грехи наши, потому что, мне кажется, мы можем легко увидеть с этих позиций писали апостолы, это были люди, которые искуплены кровью Христа, которые очень отчетливо осознавали, кем они спасены, которые в своей жизни воплощали следование за Христом и учили этому по поручению Божьему Церковь, учили этому тех людей, которые располагали свои сердца, чтобы слушать. Я хотел бы, чтобы сегодня среди слушающих оказались мы. Сегодня мы будем говорить на такую тему, как верность Божьего служителя. Верность Божьего служителя, верность Божьей его слуги. Это важная тема, и я бы, наверное, сказал, что она важная для каждого из нас, для всех нас, потому что служить Богу в той или иной степени призваны мы все, каждый из нас. И если неделю назад на вечернем собрании здесь кафедра проповедовала верность Божьей, и есть такое понятие в описании верность Божья, когда апостол Павел восклицает и говорит, я знаю, что ни жизнь, ни смерть, ни ангел, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Бог верен, Бог обещает свои великие благословения любящим Его. Сегодня мы поговорим о другой стороне этого вопроса, о верности Божьего человека, верности Божьего слуги, Божьего служителя. Мы будем продолжать читать первое послание Коринфянам, 4 глава. Вы можете открыть, это 206-я страничка Нового Завета, стандартного издания Библии. И перед тем, как мы прочитаем 4 главу, с 1 по 13 стихи, я напомню концовку главы предыдущей, очень кратко. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, и Духом Святым ведомый к тому, чтобы исправлять те труды, те проблемы, те неустройства церковной жизни, которые там были, он, обращаясь к Коринфянам, он порицает их вновь за прогибание перед человеческой мудростью. 19-20 стихи предыдущей главы мы об этом читаем. Павел вновь напоминает, уже не первый раз с начала этого послания, говоря, мудрость мира сего. Есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, вновь Павел цитирует Писание, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Он порицает Коринфянам от того, что они каким-то образом вот в своей жизни, в своей практической жизни под эту так называемую мудрость, кажущуюся мудрость мира сего, они где-то прогибались, они сдавали позиции. И далее вот Коринфянам, у которых опять же была проблема с тем, что они пытались внести непонятные разделения в среду церкви на фоне приверженности тому или неновому церковному учителю. Ну вот, в таком плане, что кто-то говорил, вот для меня авторитет, вот Иван Иванович, вот он, я ему слушать готов, остальных не готов слушать. И какого-то образа вот такие вот тенденции, брожения были в Коринфе. И люди говорили, я Павлов, я Аполосов. И вот заканчивая третью главу апостола Павла словами, не забывайте, все ваши. И Павел, и Кифа, и Аполос, и жизнь, и смерть, и настоящее, и не будущее, все ваше, все ваше. Вы Христовы, Христос Божий. И вот отсюда, вот с этой концовки апостол Павел переходит дальше, к четвертой своей главе, своего послания. И он касается вопроса, как же обращаться, как же относиться правильно к тем, кто совершает Божье служение. К Аполосу, к Кифе, к нему самому. И вот здесь начинается наша сегодняшняя тема. Верность Божьего служителя. Чтобы этой верности мы тоже могли научиться, и я надеюсь, мы сможем это сделать, научиться из наставления апостола Павла, которую мы услышим, и научиться из его поступков, наблюдая за тем, как он себя ведет, за его отношением к церкви. К церкви, где непорядок, к церкви, где неустройство, к церкви, которая непослушна. Но тем не менее, вот мы увидим отношения и поступки апостола Павла по отношению к этим людям. Я думаю, из этого мы тоже сможем много чему научиться. Первое, что мы видим, это наставление апостола Павла. Давайте мы прочитаем наш отрывок. Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 1 по 14 стихи. Итак, пишет апостол Павел, «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей Таин Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываю, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе. Я полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься? Как будто не получил. Вы уже присытились. Вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны, Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже даны не терпим голод, и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, кулят нас, кулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемые до ныне. Не к постыжению вашему пишусь, и я вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Аминь. Аминь. Первое, что мы видим здесь, в нашем тексте, это наставление апостола Павла. Он касается такой темы, которая для коринфян была важна, потому что у них было не устройство, были вот эти метания, терзания. Я Павлов, я Аполосов. Не было понимания того, что все служители, они моих, они Божьи, они служат Церкви Божьей. И вот апостол Павел раскрывает им о правильном отношении к Божьим служителям. И вот в первом стихе, который мы читаем, и так пишет Павел, каждый должен разуметь нас. Здесь дальше он дает две очень важные характеристики, которые характеризуют, наверное, всякого человека, который служит Богу. И служителей вот того ранга, к которому Павел относился. И, наверное, всех, всех нас, кто служит Господу так или иначе, в том или ином качестве. Первое описание, которое дает апостол Павел, он говорит, что каждый должен разуметь нас как служителей Христов. Вот это слово, служителей. Слуг, мы бы сегодня сказали. Причем, если мы заберемся в комментарии, мы увидим, что там речь идет о слугах низшего ранга. Низшего ранга, дословно даже, это были те слуги, которые на галерии гребли на нижнем ярусе. Я не специалист по галерам, я не знаю, сколько они на ярусе, как там люди находились, и чем нижний ярус был хуже, но мне кажется, он был, наверное, все-таки похожим. Я думаю, там было наиболее душно, я думаю, когда была пробоина в корабле, наверное, эти люди погибали первыми. Есть исторические фильмы, правда, старые, уже достаточно. По-моему, в Ингурке в число относится, христианский такой фильм, где показаны вот эти реалии Римской империи тех времен, корабли, галеры. Чтобы галеры двигались, не, ну, там были, конечно, паруса, но иногда, во время военных действий, нельзя полагаться на ветер, он может быть не туда, куда мне надо плыть. И поэтому несколько рядов гребцов, и, ну, этим занимались рабы. Воинов, пленные, которые взяли где-то, их приковывали в свое место, корабль погибал, погибали они, вот, видимо, в те времена считалось, что это самая лучшая мотивация делать свое дело хорошо. И вот, апостол Павел, что вы должны воспринимать Божьих служителей, ну, нас в данном случае, потому что о них шла речь, он использует это слово, как служителей Христовых. И, конечно, слово служителей для сегодня, для нас, оно уже такое, ну, благообразное. Служитель Божий, это звучит серьезно, но на языке той эпохи, в принципе, это было вот такое слово, слуга, тот, который служит. И вы знаете, это на самом деле очень важная истина. Очень важная истина. Я вспоминаю, не так давно, тут у нас по телевидению, значит, ну, про Владимира Владимировича Путина снимали фильм, кто-то, может быть, смотрел, президент, такой мирный фильм, показывали, что он, жизнь президента, труд президента, да, в какой-то момент, обратил я внимание на один кусочек, о чем-то с ним разговаривает корреспондент, и он, как бы, возираясь на свой труд президента, да, он говорит, ну, говорит, если, конечно, я так не помню дословно, я не просматривал этот фильм, перед проклятием, но примерно, он говорит, примерно так, что, ну, я, конечно, вот за эти годы, говорит, ну, пахал, как раб на галерах, чтобы, вот, чтобы что-то здесь сдвинулось в нашей стране с места, вот, та же самая, ну, то же самое иллюстрация использована, да, как раб на галерах, потому что это, ну, это тяжелый труд, и иногда для того, чтобы какие-то вещи сдвинуть, ну, надо, надо приложить усердие, немалое усердие, серьезное усердие. Божий служитель, это Божий слуга, вот об этом Павел говорит, ну, служитель, это тот, который служит, и вот об этом никогда нам не надо забывать. Господь Иисус Христос учил об этом и учил неоднократно. Я позволю себе напомнить два отрывка, первый из них находится в Евангелии от Матфея, вы помните, был эпизод, когда двое изучников, ну, там, видно, и другие тоже участвовали в этом, так или иначе, стали говорить, сейчас у Христос, видимо, придет на славе, места надо будет как-то занимать, по правую сторону, по левую сторону, кто из нас, может быть, мы, там, мать двоих учеников подошла и стала просить, вот, Господи, когда там все случится, можно вот мои два двое сядут, один по правую, другой по левую, и вот 20 глава Ивангелия от Матфея с 24 стиха как раз об этом описывается, что, значит, отвечает на эту просьбу, 24 стих, услышавшись, и прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев, и суд же, подозвав их, то есть всех учеников, подозвав к себе, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними, но между вами это не будет так. Кто хочет быть большим, да будет вам слугоем». Кто хочет быть большим, да будет вам слугоем. Величие начинается, когда человек принимает сердцем вот эту установку Христа, которая действует в Божьем Царстве, которая действует в Божьем цели, в Божьем деле, что велик тот, который служит, не тот, который пользуется положением, как металластными полномочиями, возможностью руководить, возможностью давать указания, но в первую очередь кто служит. Ибо кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Удивительнейшая вещь, когда Христос дает такое наставление ученикам, он говорит, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Христос приводит в пример самого себя. Мы слышали сегодня, Он был Всевышний, Он имел все полномочия, но Он пришел для того, чтобы послужить. Я думаю, огромная часть Его величия именно в этом, в том, что тот, который мог бы поступать иначе, из любви, из желания спасти других, Он смирил себя, Он послужил, пострадал до смерти, и смерти крестной. И вот такой образ использует апостол Павел в своем описании. Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроительный тайн Божий, как служителей Христовых. Еще один образ в Священном Писании, который мы видим очень ясно, это 13 глава Евангелия это Анна, Христос накануне своего ареста, накануне распятия, с учениками, в Тайное вечере. И вот Христос идет умывать ноги ученикам. Мы знаем эту историю. Мы знаем эту историю с 12 стиха, когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегшая опять сказала, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то». Это все справедливо. Он есть Господь, Он есть Господин. Это на самом деле так. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Опять пример. И опять пример служения. Потому что высота начинается отсюда, величие начинается отсюда. Адекватное служение Богу, я бы хотел сказать, в любом своем проявлении, в любом своем проявлении начинается отсюда. Невозможно служить Богу, угождая Ему в формате «У меня хобби такое, мне это нравится, когда мне делать нечего, я этим занимаюсь». Просто невозможно, просто в принципе невозможно. Нет, не то, чтобы нет людей, которые так поступают. Мне кажется, есть такие люди, и, наверное, их немало в том мире, в котором мы живем. Но Христос заповедал иначе, Христос учил иначе. И поэтому апостол Павел, когда вот обстоятельства, Каримская церковь, неустройство, трудности, проблемы, трение вокруг положения служителей, какие-то тенденции к возникновению каких-то групп противоборствующих, может быть, даже мы не знаем. И апостол Павел вынужден раскрывать, как оно должно быть. Первое описание, которое он дает, он говорит, мы должны воспринимать нас, как служителей Божьих, слугой. И здесь важно тоже отметить, что, конечно, Павел в данном случае учит так воспринимать служителей, в данном случае себя и своих староботников. Но опять же, для того, чтобы тебя так воспринимали, надо таким в первую очередь быть. Надо таким в первую очередь быть. У нас нет никаких сомнений, апостол Павел так жил. Именно поэтому он свободно, спокойно зовет к этому, уверенно. И так каждый должен раз воспринимать как служителей Христовых, как слух на галерах нижнего яруса, которые служат, которые выкладываются, которые трудятся для Господа. И второе описание он дает, и пишет он домостроителей тайн Божьих. Слово такое необычное достаточно здесь употреблено. В русском переводе необычное. Домостроители. Оно не совсем точно соответствует, конечно, греческому оригиналу. По всей видимости, оно здесь именно так приведено, что потому что в предыдущей главе речь идет о созидании церкви и про образ, который используют это строительство. Кто-то строит с сета соломы, кто-то строит с драгоценных камней. Каждый смотри, как строен. Об этом обо всем мы с вами в прошлый раз говорили. Возможно, поэтому здесь переводчики использовали по аналогии вот это слово домостроители. В оригинале там стоит слово распорядители. Я не знаю, какое размышлял об этом, какое слово ближе подобрать на русский язык. Домоуправители, может быть, домоуправители. Помните, был когда такой мультфильм про Карл Сома. И там в семье этого маленького мальчика малыша звали. Это была домоуправительница, но ее прозвали иначе. Да, всем это знакомо. Для иллюстрации очень хорошо идут образы, которые знакомы всем. К сожалению, часто оно так бывает даже в истории церкви. Понимаете? Тот, кто должен быть домоправителем, то есть распорядителем в Божьем доме. Что такое домоправитель? Кто была домоправительницей? Ей было доверено многое, скажем так. Квартира, хозяйство, здоровье ребенка, воспитание ребенка. Это очень много. И вот с одной стороны апостол Павел говорит, служитель Божий это вот он служит. Как равно на галерах. Используют такой термин. Но чтобы вместе с этим термином не передалось какое-то уничижительное отношение к служителю Божьему. Кто такой? А, это там, вот он. Можно ноги вытирать. Чтобы такое чувство не привнести, зря, конечно, недостойно, он описывает еще вторую очень важную функцию, которая на служителе возможна. В данном случае это домостроители, распорядители в Божьем доме. Те, которым верено. Притчи Господа Иисуса Христа в принципе все это неплохо иллюстрируют. Господин удаляется в дальнюю страну. Каждому он что-то доверяет. Братья и сестры, все мы в той или иной мере домоправители, распорядители, домостроители Божьего. потому что что-то нам верено. То или иное. вот нам доверено распоряжаться тем, что Господь верил, попекать то, что Бог верил. именно в этом смысле роль служителя Божьего заслуживает уважения и признания его авторитета. Если это служитель церкви, то дом Божий, церковь, народ Божий. упрещевать, запрещать, наставлять со всяким долготерпением и назиданием, как мы считаем в Священном Писании, это важно. Это важно. Почему Писание говорит повинуйтесь наставникам вашим? Не потому, что они некие господа сидят сверху, с умным видом руководят. Конечно же нет. Писание совершенно иную картинку рисует в служении церковным. Совершенно другую. Это люди, которые служат. Но в силу того служения, которое они совершают, должно быть и послушание наставникам своим, и уважение к наставникам своим. Помянуйтесь наставникам вашим, мы помним слова эти Священного Писания. И вот как только апостол Павел сказал о том, каким образом воспринимать служителей, как слух низшего ранга, как домоуправителей, распорядителей в Божьем доме, он тут же переходит и вскрывает самое важное качество, которое требуется от любого служителя, от любого домоправителя, от любого распорядителя. Если бы вам пришлось подбирать распорядителя для вашей квартиры, для вашей дачи, для вашего имущества, на какое, наверное, самое важное качество вы бы смотрели в этом человеке? Верность. Может, умение пить хорошо? Но это тоже неплохо было бы. Это тоже неплохо было бы, но как дополнение к верности. Если распорядитель неверный, все, он может быть талантливее всех Эйнштейнов вместе взятых, но если в нем нету верности, я ему не доверю даже свою маленькую квартиру. Кто знает, что он там сделает? От домостроителей же требуется второй стих, чтобы каждый оказался верным. В общем, важная истина. Божье ожидание от тех, кому он доверяет свое служение на этой земле. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Это требование каждому. И оно первым является в списке ожиданий Божьих требований тоже по отношению к каждому. Бог желает, чтобы мы были верны Ему. Наверное, очень хорошая иллюстрация этого – это в Священном Писании притч о талантах. Вы помните, Господин отходит на какое-то время и слугам своим вверяет имущество. Причем вот сколько вверяет – это переменная характеристика. Кому-то столько, кому-то столько. Она вот очень ясно там выражена. Это незначимая часть. Иногда люди, ну как-то вот бывает, притыкаются об этом. А почему мне верено столько, ему столько? Это незначимая часть. Это не актуальная часть, это не важная часть. Вот она переменная. Бог ее распределяет как бы каждому по силам. Там даже ответ дается в этой притче. Но вот что ожидается от каждого – это верность. И тому, кому Бог верил 10 талантов, и тому, кому верил Бог всего один, и вполне возможно быть, что по притче вот, в принципе, вот этот неверный слуга так и подумал, ну а что, ладно ему 10, пускай он там напрягается, а мне-то всего один, я тут под камешек спрячу, вернется и господин достану. И вот оно нормально будет. Но господин его осуждает, он говорит, неверный раб и ленивый, ты не совершил то, что должен был сделать. Без чего невозможна наша верность? Я упомянул буквально две вещи, и потом мы будем совершать заповедь хлебопреломления. Верным быть невозможно без искренности и намерений. Все начинается с сердца. Все начинается с сердца. Что мы пускаем в свое сердце, определяет все остальное. Если уже на уровне сердца я могу туда посмотреть, и увидеть лукавство, и увидеть какое-то вот… Да, я стараюсь перед другими людьми быть таким и таким, но хочу я не того, что хочет Бог. Исследую я вот в сердце своем, дай мне волю, и следую не туда, куда зовет меня Бог. Это лукавство. Это лукавство. Быть верным Богу без искренности и наверений невозможно. Хороший вопрос, который каждый из нас себе может задать. Стараюсь ли я сражаться со всяким лукавством в себе? Это такая вещь, которая, ну как и всякое искушение, приходит, я думаю, в жизнь каждого из нас. В жизнь каждого из нас. Вы знаете, иногда даже самые чуждые, казалось бы, нам категории, они все равно применимы и по отношению к нам, с вами. Я слышал от одного опытного служителя Божия, который говорил так. Он говорит сначала, в начале, сперва, я прочитал о фарисеях в Библии. Потом я обнаружил фарисея в ближнем. И только потом я начал замечать его временами, в самом себе. И вы знаете, со многими вещами так. Со многими вещами как? Иногда мы думаем, ну я вот не лукавый. Ну, как бы в абсолютной категории. Но искушение приступает к каждому из нас. Я думаю, каждому из нас должен помышлять, искать искренности сердца, искать чистоты намерений, просить Господа, чтобы он очистил, чтобы он уберег от всякого лукасла, от всякого зла, от всякого обмана. Без этого невозможно, будет невозможно оказаться верным Богу. И вторая вещь, без которой тоже, наверное, невозможно будет быть верным Богу, это усердие. Мы могли бы назвать ее такой практической добродетелью. Когда я свою верность вижу не в том, что я верно занимаю свое место в церковном собрании, а когда я верен в исполнении веренного мне Богом призвания, служения, все имеет свою меру усердия. Любое дело требует определенного усердия, чтобы его начать, чтобы его провести через все стадии, чтобы его завершить. Священное Писание говорит проклят, кто делает дело Господнее небрежно. Пускай Господь благословит вас, вас, меня, нас с вами, чтобы нам учиться быть верными Богу. Христос пришел на эту землю, отдал свою жизнь ради нас с вами, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли прославлять его жизнью нашей. И я думаю, самая лучшая, самая лучшая благодарность, которую мы можем ему вознести, это, конечно же, не столько благодарность устами нашими, хотя и она нужна, и она важна, но это благодарность его нашей жизни. Нашей жизнью верной, нашей жизнью посвященной, нашей жизнью искренней. Пускай в нашей жизни такая хвала звучит Господу, каждодневно, ежечасно. Аминь. Аминь. Давайте поможем. Спасибо. Спасибо.